Ом Ти Ви Юэй про головне. В этой площади сегодня проехали 13 тяжелых огнеметных систем. Это, можно сказать, внучки всем известной Катюши. Сразу 12 ракет на одной боевой машине. В отличие от С-400, где ракеты 4. Это С-350 «Витязь». Тоже новинка парада. Показатели роста экономики в России к 2020 году должны быть выше мировых. Такую задачу сегодня поставил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Наш сейчас прогноз – это снижение ВВП России в этом году на 4-6%. Это тоже весьма глубокий экономический вспад. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Ничего не объединяет россиян так, как память о Второй мировой войне, отмечает журналист Маркус Акерет. За долгие годы культ победы стал своего рода идеологией замещения, которая все больше определяет легитимность власти. Поэтому демонстрация военной силы очень важна. Она позволяет уверить граждан в том, что они защищены от внешних невзгод и угроз и способствует устрашению других стран. Аннексия Крыма, оккупация Донбасса, вмешательство во внутренние дела Украины и открытое военное участие в войне в Сирии доказывают, что Москва не боится насилия. С российской точки зрения, уважают тех, кого боятся. Получить это уважение среди крупных держав является важной целью внешней политики Путина. Он также призвал и к диалогу о создании новой мировой системы безопасности. По его словам, она крайне необходима стремительно меняющемуся миру для того, чтобы защититься от новых угроз. Это послание опирается и на статью Путина, опубликованную в американской газете The National Interest. Эта статья демонстрирует представление Путина о миропорядке. Он, по его мнению, является результатом договоренностей важнейших крупных держав, например, в Ялте или Потсдаме в 1945 году. Менее крупным государствам пришлось подчиниться обозначенным зонам влияния. С учетом этого, по мнению Путина, должен вестись диалог о глобальной безопасности. И поэтому предпочитаемой им платформой является группа из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей. Россия победила нацистскую Германию сама. И Япошек тоже без чьей-либо помощи. Весь цивилизованный мир, и особенно западный, обязаны России своим существованием. Впрочем, это совсем не смешно, поскольку в современной России это единственно правильная трактовка роли СССР во Второй мировой войне. Вот до 1944 года СССР воевал сам. И только когда его победа была неизбежна, западные союзники открыли Второй фронт. На Соединенные-то Штаты Гитлер не нападал и не мог, не было у него такой возможности. Соединенные Штаты помогали Советскому Союзу не себя спасать, а по принципиальным идеологическим соображениям. Историческая заслуга президента Рузвельта состоит в том, что он убедил Америку вступить в чужую для нее войну. Спросите российского школьника о Дюнкерке или о битве при Эль-Алимайне. Боюсь, можете сильно удивиться, поскольку у вас создастся устойчивое ощущение, что до 1944 года США и Великобритания пили чай, ожидая, пока Сталин совсем разберется. А еще лучше спросите россиянина о Ленд-Лизе. Об этом и пойдет рассказ. Термин Ленд-Лиз появился в годы Второй мировой войны и по сути означал дать взаймы или дать в аренду. Но несмотря на распространенное мнение, что Ленд-Лиз это американские поставки в СССР, придуман он был отнюдь не для Советов. Дело в том, что в первоначальной антигитлеровской коалиции никакого Советского Союза не было. Наоборот, в период с 1939 по 1941 год Москва была союзником Берлина. Нацистский сапог триумфально топтал Западную и Центральную Европу, а Советский шествовал по Восточной. В мае 1940-го Великобритания, которая осталась без союзников в Европе, запросила помощь у США. Американским правительством был разработан механизм, который в марте 1941-го превратился в закон о Ленд-Лизе. В марте 1941-го года, то есть за четыре месяца до нападения Гитлера на СССР. Иначе говоря, тогда никто и не собирался помогать Советам. Тем более, если учесть, что в этот период Москва активно поставляла Гитлеру нефть, хлопок, зерно, бензин и другие стратегические товары, так необходимые для ведения войны. Заметьте, нацистской Германии, а никак не члену антигитлеровской коалиции Британии. Однако через очень короткий промежуток времени СССР оказывается на грани катастрофы. И с ноября 1941-го года к Ленд-Лизу подключают и его. 22 июня 1941-го, выступая по лондонскому радио, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль сказал, мы окажем России русскому народу всю помощь, которую только сможем оказать. В Москву срочно вернулся британский посол Крипс, с ним прилетела экономическая и военная делегация. Внешняя политика Советского Союза развернулась на 180 градусов. Недавние партнеры, Германия и Италия, стали врагами. Недавние враги теперь превращались в союзников. Специальный посол США Гарриман, инструктируя делегацию в СССР, повторял, давать, давать и давать, не рассчитывая на возврат и никаких мыслей о получении чего-либо взамен. В результате Советы получили 11 миллиардов долларов финансовой помощи. Это более 100 миллиардов долларов в сегодняшнем эквиваленте, а также 18 тысяч самолетов, более 11 тысяч танков. Помощь ощущалась везде. Даже легендарная «Катюша» монтировалась на американские грузовики «Студебеккер». США поставляли в полтора раза больше автомобилей, чем произвел весь Советский Союз за годы войны. Маршал Победы Жуков вспоминает. Получили 350 тысяч автомашин. Да каких машин? А сколько они нам гнали листовой стали? Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? «Катюша» — это такой вот универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии «Делинк-16», которая позволяет пилоту получать информацию о воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За это и сделают для него средства разведки — космические и воздушные. Взбивать такие самолеты будет сложно, поэтому уничтожать их в местах базирования — не одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацу дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так в проброс сказали уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель, как же его, ВВС говорил о том, что ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши.